...перевести своих клиентов с отсрочки платежа с 60 дней на 30 дней. Торговый представитель Андрей попросил директора магазина Александра платить за поставленный товар на 30 дней раньше, мотивируя это распоряжением начальства, высоким сезоном и тем, что после его окончания отсрочка будет увеличена опять до 60 дней. Через три месяца Андрей увольняется, его место занимает новый торговый представитель Сергея. В первый же приезд Сергея в магазин директор Александр просит увеличить время отсрочки до 60 дней, ссылаясь на договоренности с Андреем. Роль интереса торговый представитель Сергея удержать клиента, не увеличивать ему отсрочку, так как планы по деньгам ставятся из расчета 30 дней и для всех клиентов с руки едины. Директор магазина Александра хочет работать по старой схеме. Отсрочка 60 дней, но расставаться с компанией Альфа не хотел бы, так как давно с ними работать, да и в СИЗО был доволен поставками. Начальник отдела продаж не хочет увеличивать отсрочку клиенту, так как пообещал генеральному директору повысить эффективность использования денег и удержать отсрочку 30 дней у клиентов и не в СИЗО. С другой стороны, не хочет терять магазин Александра, так как доволен его проходимостью и финансовой дисциплиной. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну у нас есть договор изначально, который... Нет, у нас изначально есть... Итак, минуточку, давайте я послушаю перед паратистом. Дело в том, что условия не оговорил долгосрочный договор, поставки были, поставки закончились, все вроде как... Регулярно... С репликой, значит, мой игрок сказал, что есть договор, но вот о том, что с 60 на 30 не закреплено. Да, не злоуправлено, только договоренность и слова. Да, конечно, устный договор, это тоже договор. По договору протеста склоняется. То есть это жулик заключается? Ну, у них, они там устно разговаривали. Итак, что, нажать? О никаких письменных уведомлений не было, так что считаю ваши претензии, ну, вашу просьбу об уменьшении отсрочки, к сожалению, по нашему договоренности, они не существенны. Так, Надежда, на самом деле, с вами раньше... Я не Надежда, она зовут Александр. А, да, прошу прощения, Александр. На самом деле, вы общались раньше с Андреем, насколько мне известно, но он у нас уже через компанию в Олимпе, я теперь новый сотрудник Сергей. И на самом деле, как получилось, у нас теперь вот такое вот новое правило в компании, ввели новое правило. Но мы понимаем, что вы вообще наши очень давние партнеры, наши друзья, мы... Да, 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 вы даже нам вручили кубок как чемпиона по финансовым в прошлом году. Это лучший плодящий у нас. Все правильно. Вот, и поэтому, чтобы подчеркнуть вашу значимость, на самом деле, мы сейчас готовы предложить бонусы. Мы готовы предложить вам специальные бонусы, которые у нас сейчас есть, у старичков. Это мы вам готовы... Вот, и сколько я имею в виду, что я имею в виду, что... Ладно, бонусы, спасибо. Да, мы готовы сейчас дать вам вам срочку уже, соответственно, не 30 дней, а 35 дней. И еще плюс к этому у нас еще есть другой бонус. В зависимости от того, сколько лет мы уже с вами сотрудничаем, мы еще это прибавляем, этот вот год, в сумме 35 дней. И получается еще побольше. Плюс к этому, на самом деле, я вам, Александр, еще могу предложить такое? Прямо уделить? Да. Большое спасибо вам за бонусы. Да, мы согласны со следующего месяца расширить ассортимент. То есть, теперь мы, возможно, от каких-то ваших конкурентов придем к вам. Так мы сотрудничаем. Спасибо за бонусы. То есть, да, от срочки нам наши нравятся. То есть, 60 дней, все супер. Бонусы за ассортимент, отлично. Нет, на самом деле, я же вам сказала про от срочки, что срочку 60 дней мы уже предоставить никак не сможем. Потому что у нас поднялись правила в компании. И я понимаю, что у вас были устные договоренности с Андреем. Это мне передавали. Я в курсе этой ситуации. Но, к сожалению, у нас договор, он недолгосрочный. Он у нас ученый. И в нашем договоре указано, что на 30 дней мы предоставляем по старой схеме. А насчет, и как бы, соответственно, все, что к ЮАС были договоренности, они были устные. Поэтому, к сожалению, сейчас у нас многое правило в компании. И я могу вам предоставить бонусы, которые я предложил. То, что вы говорите про увеличение заказа, это замечательно на самом деле. Потому что я могу предложить тогда вам еще такой вариант. Если вы, допустим, закупаете на большую сумму, если взять среднее, что вы в последние 3 месяца примерно на сумму 200 тысяч делали заказы. Сейчас мы, если вы говорите, что больше, вы можете сделать заказ на сумму, предположим, 500 тысяч. И тогда мы вам еще увеличим чуть более срочку. Но 60, к сожалению, мы не можем уже выйти на такие условия. Я просто сейчас вижу с вашей стороны, вы смотрите. Вообще-то у нас очень крупная торговая точка. И все ли у вас вообще в порядке с финансовыми компаниями? Ну, на самом деле, у нас в финансовых компаниях... У вас возникает сомнения, конечно, мы давно работаем. Может быть, вам уже, может быть, расскажете, что у вас случилось? Нет, у нас ничего не случилось. На самом деле, в компании у нас просто руководство приняло новое правило. Оно не связано с тем, что у нас компания разоряется или что-то еще. Просто введено новое правило в компании. Я буду директором магазина. Ну, получается, что мы поменяемся. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. С чем вы ко мне пришли? Дело в том, что мы отправляли вам письменное уведомление. Вот эта подпись Иванова Ивановича, который, соответственно, по договору принимает решение. Собственно, измерение отсрочки. Подождите, на самом деле, я первая, кто такое была, Ивановича? Это ответственное лицо по договору. Ну, на самом деле, насколько мне известно, у нас была договоренность с Андреем, что вы нам предоставляете отсрочку сейчас, точнее, мы переходим на отсрочку в 30 дней, так как у вас сезон, мы пошли, соответственно, вам навстречу. Хотя, на самом деле, мы хотели пойти с вами, заключить с вами долгосрочный контракт, и уже высылали вам копии, так как у нас большие подставки. Но вы сказали, что не нужно заключать сейчас договор, что мы потом с вами как-то узнали договоренностью, что мы с вами всегда сможем договориться. Александр, подождите секундочку. Ну, как же у нашей компании действует электронная система электронного документа оборота? Слова-словами, звонками, звонками, но система электронного, ее не обманешь. Все есть. Я понимаю, но вы говорите, что у вас новый бухгалтер. У вас новый бухгалтер. А у них поработает месяц. У вас есть новая бухгалтера? Раньше к вас работает месяц. Может быть, что-то пропустили? Ну, когда начинаешь? Я очень рада, что вы внимательны сотрудникам, студентам. Это очень правильно отлично. Да, хорошо. На самом деле, я вам что предлагаю? Давайте мы сейчас не будем разбираться, кто у нас сотрудники. Мы сейчас с вами не будем запрашивать, мы не будем на кого ссылаться. Я буду рассказывать, как факт, потеря документа, ничего страшного. Хорошо, можно я скажу? На самом деле, как я вам уже сказала, мы собирались с вами заключить долгосрочный контракт. Вы на него не пошли. Мы ваш ключевой клиент. Мы собирались увеличивать объемы продаж. Если так получилось, если была узная договоренность, то, может быть, вы нам сейчас можете что-то предложить за ним. Вы понимаете, что, во-первых, мы единственный инклюзивный поставщик этого товара в регионе, да? Это, во-первых. Во-вторых, мы, даже несмотря на это, мы готовы вам предложить, потому что мы работаем очень давно. Давайте, вот все клиенты, да, у нас есть. Мы любим всех своих клиентов. Но для вас мы делаем приоритетную доставку. Это будет отличный шаг с нашей стороны, я буду делать вам. Хорошо, может быть, еще у нас приоритетная бесплатная доставка, или что? Да, а знаете, давайте сотрудники будут в нашей форме ходить. Мы вам подарим бесплатную форму, или ваших клиентов? Нет, нам не нужна наша форма, на самом деле. Хорошо. Так, что вы нам можете предложить еще помимо доставки? Какая это срочка? Хорошо. А срочку мы с вами решили. Бесплатная доставка, приоритетная доставка. А что мы решили срочка? Ну, как, все как уведомляли, все как в системе электронного документооборота. А что у нас в системе электронного документооборота, я не очень понимаю. Сергей, может быть, мне стоит поговорить тогда с вашим начальником? У вас где сейчас находится начальник? Я бы хотела тогда, наверное, напрямую с ним поговорить, раз у нас возникла такая спорная ситуация. С Жимом, я тогда, наверное, поговорю с ним. Вы так не переживайте. Я, на самом деле, уже начинаю немного переживать, потому что вы вели меня в какое-то заблуждение, и какие-то новые у нас сотрудники, туда-сюда студенты. Я хочу поговорить с вашим начальником. Не путайтесь. Ваш новый сотрудник, это мы сами решаем вопрос. Мы сейчас не обсуждаем моих сотрудников. Я прошу вас, Сергей, не устали. А мы сейчас обсуждаем бонусы. Вам же интересны какие-то бонусы с нашей стороны? Нам интересны бонусы, Сергей. Подождите секунду. Вы хотите приоритетную доставку? Мы хотим приоритетную доставку. Что вы еще хотите? Бонусы по отсрочке, но на самом деле, Сергей, я вам говорю, я бы хотела, чтобы... Спасибо. Спасибо.